Варвара за Родина. Весомый аргумент или как убедить тело похудеть. Видение. Всем отсидевшим на диетах посвящается. Привет, меня зовут Варвара за Родина. Я клинический психолог, гипнолог, сертифицированный в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Владимира Михайловича Бехтерева, а также в Швейцарии и США. Член Национальной гильдии гипнологов NGH США, автор научных публикаций, сертифицированный специалист по работе с расстройствами пищевого поведения, консультант по коррекции веса, эксперт федеральных каналов и просто мама троих детей. Последние 10 лет я помогаю многим пациентам решать проблемы лишнего веса и снижать его. Надо отметить, что и спрос на консультации по этой проблеме все 10 лет растёт неумолимо. Кстати, лишний вес знаком мне не понаслышке. Не смотрите сейчас на то, что я стройная барышня, без лишних килограммов, омрачающую жизнь. Я несколько раз сильно поправлялась, потом приводила себя в порядок и жила дальше. У меня не всё гладко в этом смысле в плане генетики. Женщины в нашем роду по обеим линиям не отличаются аристократической худобой и бледностью. Так что наследственность у меня располагает скорее к пышным формам, и я с чистой совестью всегда могла бы ссылаться на широкую кость и вздыхать о том, что пошла в маму или в любую из бабушек. Когда я это осознала, передо мной встал выбор. Можно было махнуть на всё рукой и с головой уйти в бодипозитивный пищевой загул по жизни, а ответственность приложить на генетику. Второй вариант, который можно было выбрать, я резко взрослею. Беру на себя ответственность за своё тело, здоровье и жизнь, не перекладывая весь этот груз на плечи и без того обременённых родственников, близких и дальних. Строю свою жизнь в том теле, которое хочу иметь я сама, а вовсе не в том, которое мне достанется, если отдать всё на откуп генетике. Так началась моя история снижения веса. Сначала она была любительская, но потом, через много лет и событий выросла в профессию. Я знаю обо всех сложностях, опасностях и скрытых причинах этого процесса. Впервые я столкнулась с лишним весом в юности, когда бросала курить. Да-да, уже бросала. Было тяжело, ведь курила я к тому моменту, несмотря на нежный возраст, уже долго и много. А без багажа нужных проверенных знаний этот процесс оказался настоящим квестом 80-го уровня, с кучей препятствий. Всё, кроме возраста, играло против меня. Конец девяностых, начало нулевых, было временем разгула всевозможных чудодейственных техник, диеты, биодобавок. Чего только не было в моей жизни. Волшебные иголки в ухо для похудения, суперчи, диеты, перепробовало их несметное количество. Таблетки стройности, аэробные силовые нагрузки в зале, обёртывание и обмазывание разного рода водорослями, грязями и кремами. И даже модный в то время эффект 25-го кадра. Очень уж хотелось чуда, чтобы, как в сказке, раз, и всё за тебя уже сделано. Есть русская поговорка. Дурная голова ногам покоя не даёт. Она про меня в юности. Конечно, ничего не сработало, пока я не наладила питание. Это тоже было непросто, ведь у меня не было элементарных знаний. Но молодость многое обращает. Потом было трое родов. И после каждых я поправлялась, худела и восстанавливалась, с каждым разом становясь всё опытней. Параллельно развивалась в профессии, получала необходимые знания, училась и обменивалась опытом с коллегами, наращивала практику. Теперь, по прошествии многих лет, получив профильное образование и опыт, я знаю точно, в работе с лишним весом никаких чудес не бывает. Нужен систематический контроль за тем, что кладёшь в рот. Для этого приходится научиться замечать, признавать и иногда менять свои пищевые пристрастия. Звучит логично, понятно и даже в какой-то степени банально, но только до тех пор, пока на другой чаше весов не оказываются традиции, привычки, отношения с близкими, друзьями, походы в кино, поездки за город и просто хорошее настроение каждый день. То есть всё то, что наполняет нашу жизнь эмоциями. Как справляться с этим? Ведь эмоции так тесно связаны с нашим образом жизни, окружением, желаниями, стремлениями, прошлым и будущим. И всё это отражается на нашем теле. Каждый раз, когда мы смотримся в зеркало, мы видим в нём нашу ежедневную жизнь, чувства, поступки и решения, отпечатавшиеся на фигуре. Проблема в том, что всё это завязано в такой тугой узел, что иногда бывает совсем непросто разобраться, за какую ниточку дёргать, чтобы всё распуталось и встало на свои места. Я, как человек с богатой практикой в этом вопросе, всегда советую начинать с самого близкого, глубокого и важного. Себя. Вы возразите. Я уже сто раз начинал с себя, спортом занимался, ограничивал себя в еде, практиковал йогу, дышал седьмой чакры пятого пальца левой ноги и другими органами, не предназначенными для дыхания, делал липосакцию другие травмирующие тело процедуры, пил два литра воды в день, до, после, а иногда и вместо еды, ходил босиком по горячим камням и битому стеклу, забирался на Эверест или покорял другие, не всегда горные вершины. Но ничего не помогает. Я всё равно толстый. Но это потому, что вы начинали не с себя, а с внешних методов. Они всё-таки не вы, а лишь возможности, которые вас окружают. Вы их используете, но сами не меняетесь. Остаётесь всё тем же человеком с теми же пищевыми и непищевыми привычками. Это вы построили то тело, в котором живёте. Так что начинать нужно с себя. Точнее, со знакомства с собой, своими истинными потребностями и желаниями. Эта фраза многих удивляет. Ну да, чего я о себе не знаю. На самом деле, очень многого. В суете жизни, в потоке дел и поступающей информации мы часто напрочь забываем о том, чего хотим, в чём нуждаемся прямо сейчас. Забываем даже в принципе хотеть чего-либо. Потому что живём по отлаженным годами шаблонам поведения и реакций. Но соответствуют ли эти шаблоны вашим истинным желаниям и целям? Представьте себе, что вы живёте с человеком много лет и ни разу за всё это время не поинтересовались, как он себя чувствует, комфортно ли ему, чего он хочет и можете ли вы ему чем-то помочь. Вместо этого всю жизнь заставляли его достигать каких-то непонятно кому нужных целей. Побеждать, заботиться о ком-то, служить верой и правдой в сомнительных обстоятельствах. Разве кто-то выдержит такое отношение? Вот и приходится ему, бедненькому, уставшему и измученному, компенсировать недостаток заботы о себе, внимания, любви, тепла и многих других важных вещей. Чем? Едой, конечно. Это самый доступный источник удовольствия и положительных эмоций. Как говорится, сам о себе не позаботишься, никто не позаботится. А надо было всего-то поговорить с собой, быть чуточку внимательнее к самому себе. Эта книга о том, что в основе правильного пищевого поведения должно быть прежде всего вдохновляющее чувство любви к самому себе, а не ограничение и запреты. Ведь если я себя люблю, то вполне естественно забочусь о своем здоровье. Не ставлю задачу похудеть к определенной дате или чтобы кому-то понравиться. Очередной чудо-марафон похудения – кратковременный порыв, а вот любовь к себе непроходящая. Правда, проявляться она может по-разному, и понимаем мы ее порой совсем неправильно. В этой книге я пошагово расскажу, как обрести внутреннее равновесие, разобраться в себе и найти баланс, который позволит жить в том весе и теле, в котором вы хотите. При этом не голодать и не срываться со строгой диеты. Более того, даже не садиться на нее. Когда мы понимаем себя и умеем анализировать собственные эмоции и мысли, нам не страшны ни временные отступления, ни срывы, ведь у нас есть ясная, постоянная цель, и мы знаем, почему в процессе ее достижения возникают трудности. Кстати, подобные трудности, как свидетельствует статистика, испытывают миллионы людей по всему миру. По данным Роспотребнадзора, более чем у половины россиян старше 30 лет, сегодня есть лишний вес. А ВОЗ насчитала на планете почти 2 миллиарда взрослых людей с критическим весом. Особую тревогу вызывает растущее количество детей с ожирением разной степени. Но дети ведь всегда повторяют действия родителей. Им можно сколько угодно рассказывать о пользе здорового питания, но они все равно берут пример со взрослых и делают то, что видят, а не то, о чем им говорят. Напомню, что лишний вес сам по себе не страшен, но он провоцирует немало серьезных заболеваний. От сахарного диабета второго типа и проблем с опорно-двигательным аппаратом до бесплодия и сердечно-сосудистых нарушений. Откуда такая массовость проблемы? Соблазны нас подстерегают на каждом шагу. Например, сахар сегодня, наверное, самый доступный продукт. Куда его только не добавляют. В хлопья для завтрака и в соусы. В полуфабрикаты и консервы. Приходится внимательно читать этикетки, ведь найти еду без добавленного сахара все сложнее. Производители продуктов умело играют на наших иллюзиях и стереотипах. Маркетологи добивают эффектной игрой слов. Но эта книга не только о том, как правильно выбирать продукты, но и о том, как избежать позыва к перееданию. Ведь чаще всего оно — следствие внутренней неудовлетворенности. Настоящая причина лишнего веса — не сама еда. Это лишь следствие, корень проблемы, страхи, неудовлетворенные желания, неуверенность в себе. Все это часто маскируется показным равнодушием и скрашивается кусочком торта. И не одним. Я поделюсь своим опытом работы с этими проблемами, дам пошаговую инструкцию по перезагрузке. После того, как вы прослушаете мою книгу и выполните практические задания, изменится ваше отношение к себе, своему телу и еде. Взгляд на правильное и полезное питание станет кардинально другим. Последовательно пройдя 15 шагов, которые я предлагаю, вы никогда уже не будете прежним. Научитесь есть осознанно, радоваться другим вещам помимо еды, улавливать и выражать свои эмоции, критически оценивать собственные и навязанные иррациональные убеждения. Вы увидите, где проходит граница между вашим внутренним взрослым, родителем и ребенком, и чего от вас хочет каждый из них. Кому я рекомендую прослушать эту книгу в первую очередь? Первое. Тем, кого не устраивает их жизнь. Второе. Тем, кого не устраивает их внешний вид. Третье. Тем, кто ищет вдохновение на действия, чтобы что-то изменить в своей жизни. Каждый человек, пришедший ко мне со своими проблемами, настоящий профессиональный вызов. Не скрою, я горжусь своей работой. Мне приятно видеть реальные позитивные изменения в жизни людей. Слышать слова благодарности. Это меня окрыляет. Еще раз хочу подчеркнуть, проблема лишнего веса не относится к косметическим. Это не проблема внешнего вида. Прежде всего, это связано со здоровьем. И я надеюсь, что все больше людей начнут задумываться о здоровом питании, правильном подходе к своему организму и своим эмоциям. Ведь культура тела относится не только к нам самим. Мы передаем ее детям. На страницах этой книги вы найдете ссылки на авторские материалы и тренинги. В ней 15 глав. После каждой я предлагаю сделать практическое задание. И если вы будете слушать по одной главе в день, а на следующий день закреплять теорию практикой и использовать эти практики в дальнейшем, то уже через месяц ваше представление о себе и о своих возможностях радикально изменится. Вы выйдете на новый уровень отношения с собой, своим телом и окружающим миром. Правильное, здоровое питание перестанет казаться чем-то нереальным, непонятным и несбыточным. Пройти этот путь легче и интереснее вам помогут забавные персонажи Жорик и Жужа. Они на своем примере покажут типичные жизненные ситуации, в которые мы с вами часто попадаем. Гусеница Жужа, деятельная барышня, занимается спортом, старается следить за питанием, ведет активный образ жизни, ходит на выставки, встречается с подружками, ее спутник Жорик. Балагур и весельчак не унывает даже в самых сложных ситуациях. Любитель хорошо поесть и отдохнуть. Сторонник простых решений, не требующих глубокого погружения в вопрос. Он очень любит и бережет Жужу, но по-своему смотрит на выход из сложных ситуаций. Взгляд этот не всегда совпадает с мнением его подруги, зато он всегда на позитиве и может поднять настроение. А нет ли главное в таком серьезном процессе, как снижение веса? Практика колесо баланса и питания. Начнем мы с известной практики колесо баланса. В приложении откройте инструкцию 1. Давайте посмотрим, на какие сферы вашей жизни влияет лишний вес. После прослушивания книги советую вернуться к этой схеме. Возможно, у вас появятся какие-то новые идеи на этот счет. Колесо баланса позволяет графически представить проблему, требующую комплексного подхода. Принцип построения колеса вы видите на рисунке. Сектора определены лишь примерно. Сколько их будет и какой в них закладывается смысл, вам предстоит определить самим. Как правило, достаточно 8-10 таких сегментов. Уровень достижений по каждому из них вы тоже определяете сами. Почему эта простая методика эффективна? Прежде всего, вы проговариваете проблему. И это уже само по себе помогает взглянуть на нее со стороны. Такой отстраненный взгляд, как бы извне, первый шаг к комплексному решению. Колесо заставляет вас проанализировать выделенные сферы жизни. Вы волей-неволей размышляете о таких важных вещах, как собственное жизненное предназначение, о котором часто забываете в суете будней. Методика позволяет увидеть связь между разными сферами. Вы увидите – все это – части единого целого. И каждая из них влияет на состояние всей системы. Один такой сегмент может подтягивать за собой другие или, наоборот, тащить вниз. Чтобы воспользоваться колесом, не обязательно иметь специальное образование. Достаточно быть честным с собой и не бояться принимать ответственность за свои решения. Уверена, после прослушивания книги у вас появятся свои личные свидетельства того, как правильная еда способствует правильной жизни.